А или нет? Да, говорит несчастный. А перед этим, как попасть в точку D? Она ведь должна пройти сначала точку E, верно? А потом точку F, а потом... Чего? А потом точку A. Вот, нет, неправильно. А потом будет бесчетное множество точек, коллеги. Которые образуют с точкой E, маханьки, путь. Хотя бы какой-нибудь путь, но все-таки они образуют небольшой, конечно, очень маленький. Но все-таки он может быть измерен некоторой линией, некоторой прямой, верно? У которой всегда найдется середина. И если эту прямую отождествует с путем, то у этого пути всегда найдется какая-нибудь маленькая, наимельчайшая серединочка, которую он должен сначала пройти, чтобы проделать весь путь в целом. Даже такой кропотный. Ну, говорит Зинон, ты понял теперь, куда я тебя веду? Нет, говорит, еще пока несчастный. Я веду тебя туда, чтобы у тебя стрела твоя замечательная, никогда не сдвинется даже из точки A. Просто не сможет пошевелиться. Потому что, чтобы пошевелиться, нужно сдвинуться с места и пройти хотя бы маленький путь. Хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть пройти путь по направлению к точке B, но она не сможет этого сделать, потому что, чтобы сдвинуться с места, надо и проделать некоторый путь, надо пройти его половину, а в этой половине есть еще одна половина, а в той еще, 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 еще. И никогда твоя стрела не достигнет точки B. Ну, утирая слезы несчастного, он говорит, ладно, ну пусть двигается твоя стрела. Ну, положим, она ведь долетела за точку C. Согласен, долетела. Давай я тебе в качестве ободряющего тебя аргумента предложу другую опору. Называется она стрела. Здесь мы стояли на твоих позициях и полагали, что условием движения должно быть пространство. Ну, правда, ведь всякое движение осуществляется в пространстве. А пространство делимо. Вот и получалось, что для того, чтобы преодолеть тебе очередные точки в пространстве, тебе надо проходить половину пути, половину, половину, половину. И при наличии вообще пространства твоя стрела не может сдвинуться с места. Ты в этой опоре находился на своих собственных мнимых позициях. Давай встань теперь на наши, посмотрим, летит ли стрела, пущенную с тобой из точки A и долетевшая до точки C. Посмотрим. Стрела долетела докуда-то. Ты выстрел, она летит. И в каждый момент времени она находится в какой-то точке пространства. Давай посмотрим, что такое время. Ну, стоя на наших, конечно, позиций. Время состоит из трех моментов. Прошлого, настоящего и будущего. Не ошиблись? Правильно? Прошлое, настоящее и будущее. Что такое прошлое? Это такое бытие, которого нет. А мы же договорились, постоим немножечко, для увеселения души, на наших элейских позициях. А постоять на них означает не мыслить, не бытие, которое не мыслится последовательно и логично. Значит, нас прошлое не устроит никак, ничем, потому что это та реальность, которая поистине не существует. А будущее? Чем оно лучше? Выходит, что ничем, потому что это такое бытие, которого еще пока нет. Но оно обязательно связано с небытием. Значит, и оно нас не устроит. У нас остается только одно настоящее. Скажи, а чему равно настоящее, в течение которого стрела пролетает какое-то расстояние? Чему равно? Какая длительность у настоящего будет, если мы вычтем из настоящего прошлое? Все. От начала до конца. И будущее. Мы вместе стрелы будете стоять. Вот видите, вы почти зенон. Конечно, конечно, длительность этого настоящего будет равна нолю. Потому что если вы предположите, что настоящее чему-то равно в плане длительности, вы незаметно для себя допустили туда и прошлое, и будущее. И сделали это зря. Нет. Вы, конечно, оправданно поступили бы, если бы вы приняли условие мнения. Но вы же согласились с тем, что я хочу постоять на ваших эллийских позициях. Ну, постоял. Видишь, у тебя настоящее оказывается равно ничему. Сколько, дружок, пролетит твоя стрела, хваленая, за время, которое равно нулю? Нисколько не пролетит. Нисколько не пролетит. Это, как коллега вот подсказал нам, она оказывается в каждый момент движения находится в состоянии покоя. Она движется. И все движение состоит из моментов покоя. Ну что, нравятся тебе такие выводы? Нравится тебе так о движении говорить? Ты прикинь, ты посмотри, что у тебя получилось-то. Движение вроде в опыте есть, да. А как только начнешь анализировать на уровне истины это движение, да, то оказывается, что оно у тебя состоит из моментов покоя. В каждый момент времени оно у тебя находится в покое, а в целом движется. Посмотри, какие противоречия громоздятся одно на другое, если ты допускаешь мышление небытия. И все, что с ним связано. Допускаешь пространство, допускаешь время, допускаешь движение. Хорошо ли это? А что хорошо? Одни сплошные противоречия. Не знаешь, в каких запутаешься. Летит твоя стрела и почти уже долетела до точки Б. Вот она. Вот тут она твоя стрела замечательная. Но заметь, она будет, она будет, эта самая стрела, бесконечно приближаться к цели, но никогда не воткнется в мишень. Никогда. Потому что между нею и целью всегда будет какой-нибудь зазор. Всегда будет расстояние, которое она должна еще пройти. А у этого расстояния всегда найдется какая-нибудь половинка плохенькая, через которую оно вначале должно пройти, чтобы пройти все расстояние. А у этой половинки своя половинка. И стрела будет приближаться бесконечно близко к цели, но никогда не коснется ее. Никогда. И между нею и целью всегда будет зазор, который она должна будет преодолеть. Но чтобы ей преодолеть этот зазорчик, приставлять с собой маленькое расстояние, нужно пройти его половинку. И на примере этой опории видно, в чем тут дело. И все, кто слушал эти опоры, коллеги, возражал примерно так же. Но ведь она же летит. Да, летит фактически. Фактически физическая стрела летит, коллеги. Да, но как только мы начинаем ее мыслить, подчиняя наше мышление строгому и точному выполнению логических требований, например, не противоречь себе, и мысли только то, что мыслится, а то, что не мыслится, не мыслит. Зачем? Тогда она у нас останавливается. И это логически оправданно, но правда вступает в противоречие с живой летящей стрелой. Как видите, они действительно экстравагантны, как и все учения.